Добрый день! Сегодня я буду готовить очень простое, очень легкое. Это тост Гавайи. Тост Гавайи в Западной Германии появился где-то в 50-х годах. Есть разные источники, говорят, возможно это пришло и из Америки. Очень она была популярна в Германии в 80-е годы и сейчас тост Гавайи с удовольствием кушают и в моей семье. Классический рецепт тоста Гавайи это тост, который немного у нас поджаренный, сливочное масло. Затем идет у нас ветчина, ананас и плавленый сыр. Итак, это сейчас все должно отправиться в духовку, но я пользуюсь моей аэрогрилью на 5 минут 180 градусов. Наш тост Гавайи готов. Сегодня это возьму себе на цвет. Добавляю салатный соус. Наши неизменные цветочки идут к нам. Я иду обедать. А вам желаю всего доброго. Я не я, если я не придумаю что-то другое. В принципе, тоже будет также у меня ветчина. Будет ананас, тостерный хлеб, но я использую совсем другой сыр и вместо масла я помажу вот у меня вот такая очень вкусная заправка к зеленому салату. Я готовила недавно. Ссылку я оставлю под видео. Посмотрим, что у нас получится. Я буду использовать сыр моцарелла. Это очень довольно твердый сыр. Это сыр из Ирландии. Буду готовить немного по-другому. Это у нас салатная заправка, запах чеснока. Масло нам здесь уже не надо. У нас ветчина идет. Далее ананас. Сейчас я отправлю вот кусочек этого твердого сыра. И также сейчас поверху сделаю все с сыром моцарелла. Посмотрим на нашу альтернативу, как это будет по вкусу. Тост Гавайи с сыром моцарелла выглядит вот таким образом. Тост Гавайи сюда вот так посередине украшали или вишенкой, или какой-нибудь красной ягодкой. Это та альтернатива моего я-не-я. Вот таким образом это все выглядит. Мне оно очень нравится. У каждого свой вкус. Но это очень вкусно. Я уже один попробовала и скушала. Вспомним наши цветочки из редиски. Или из редиса, как правильно сказать. Пользуюсь я вот этим универсальным ножом. Стараюсь резать тоненько красное от белого. Потому что если цветок раскрывается, то в основном красное от белого раскрывается. Пользоваться. Я его так не очень, этот нож, люблю. Вот с этой стороны. Для редиски. Для другого, да. Потому что у меня много других ножей, которым удобнее это все делать. Но раз он мне уже в руки попал, то и редисочку мы повырезаем вот этим цветком. Тоже совершенно... Очень-очень такая простая работа. Получился. Вот так. Вот так. Сейчас все это у меня отправится в холодную воду. Продолжение следует... Потрем.